Здравствуйте! Это видео. Продолжение видео «Причина повышенного расхода топлива». Ссылку на первую часть оставлю в описании. Причин повышенного расхода много, но я в том видео рассматривал случай, когда автомобиль исправно работает. Но на расход влияет стиль и режим вождения. Я рекомендовал обратить внимание, в каком именно режиме вам приходится ездить на своем машине. Думаю, после просмотра тот видео многие не поняли. Суд и комментирует, что там у меня чек горит или термостат не в порядке и тому подобное. Но сущность не в этом. Да, была у машины маленькая причина. Исправили ее и теперь чек не горит. Все детали датчики работают исправно. Но расход все равно то, что было раньше. Кстати, чтоб каждое время вы могли контролировать свою машину, рекомендую всегда держать в подачке диагностирующего сканера OBD2. Стоят они недорого. И где можно купить, ссылку оставлю ниже описание этого видео. В этом видео на простом примере я постараюсь наглядно показать, если все работает исправно и расход нам кажется что большой, почему мы должны обратить внимание именно в каком режиме нам приходится часто ездить на нашем автомобиле. Возьмем такой простой наглядный пример. Например, у три друга есть абсолютно одинаковые машины Passat CC с двигателем TCI 2.0 бензин. Эти друзья должны ехать и преодолеть расстояние из пункта A до пункта B на абсолютно ровной дороге по трассе. Допустим, в первом случае Алик разогнал машину и, гоняя машину на трассе без остановок и т.п. примерно со средней скоростью 80 км в час, доехал до пункта B. Расход бензина у Алика будет примерно 7-8 литров. Во втором случае Вася разогнал машину в пункте A. Через каждые 2 км Вася приторможивает, останавливает машину и сразу трогает. Поступая так 50 раз, он доехал до пункта B. Расход бензина у Васи в таком случае будет примерно 10-11 литров. В третьем случае Сергей разгоняет машину в пункте A. Через 2 км Сергей притормаживает, останавливает машину, включит двигатель и ждет 1 или 2 часа пока остенет двигатель. Потом снова заводит машину, трогается, разгоняет машину и через 2 км Сергей снова притормаживает, останавливает машину, включит двигатель и ждет 1 или 2 часа пока еще раз остынет двигатель. И так далее. И так делая, каждые 2 км 50 раз в конце концов он доедет до пункта B. И как вы думаете, сколько бензина израсходовал Сергей? Правильно. Он потратил из пункта A до пункта B примерно 15-17 литров. И это неудивительно, потому что Алик и Вася всего один раз прогревали двигатель. И количество тепла можно подсчитать с формулой. Это количество тепла, которое нужно для повышения капитал двигателя. Это режим, когда двигатель начинает употреблять меньшее количество топлива. Сергей 50 раз грел двигатель. И, соответственно, он 50 раз больше энергии потратил только на прогрев двигателя. А откуда энергия берется? Правильно. Двигатель на это сжигает много горючего. Итак, в первом случае расход 7-8 литров. В втором случае расход примерно 10-11 литров. В третьем случае расход примерно 15-17 литров. Если вы не согласны, ваши варианты, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот почему у меня часто получается большой расход бензина. Именно в режиме, как третий, приходится мне часто ездить на своем автомобиле от дома до центра города. Недавно был на рыбалке. Ездил туда-обратно на ровном трассе 100 км. И расход был у меня около 8 литров. Нормально, да? Тоже недавно ездил на рыбалке. Только в горах. Туда-обратно 100 км. И расход был у меня примерно 13 литров. Выбачили на озере. На высоте чуть больше 1000 метров. Теперь рассмотрим, нормально это или нет. Как известно, на ровном трассе расход у нас максимум 8 литров на 100 км. Но езда в подъемах – это совсем другое дело. Некоторые скажут, что расход должен быть тот же, что и на ровном дороге. В нашем случае туда-обратно 100 км. И, по их мнению, расход должен быть 8 литров. И объясняют это тем, что, несмотря на то, что сначала мы поднимаемся в подъеме, расход-то будет много. Но потом мы спускаемся внизу, в спуске. И расход значительно меньше. В итоге, по их мнению, поэтому и общий расход будет тот же, что и при езде на ровном дороге. Но мой опыт подсказывает, что это не так, и нужно потолковать. Ваше мнение, пожалуйста, пишите в комментариях ниже под видео. Так, когда мы спускаемся внизу, расход значительно меньше. И, наверное, это будет 5-6 литров горючего на 100 км в среднем. Если у вас механическая коробка передач, и вы любите рисковать чужой или собственной жизнью, можно еще сэкономить. Но суть не в этом. Дело в том, что при подъеме, кроме того, что машина тратит бензин на обыкновенное инерционное движение, машина дополнительно израсходует еще бензин на преодолевание силы тяжести. И расход на преодолевание силы тяжести значительно больше, чем мы думаем. Проанализировав мой случай, мне трудно подсчитать, сколько примерно машина потратил бензин, когда я поднимался в горах. Это примерно 20 литров. Да, конечно, много. И не все согласятся. Но все-таки этот пример дает нам наглядно представить, насколько аппетитно употребляет двигатель горючего, когда мы поднимаемся на подъеме. И двигателю приходится дополнительно израсходовать горючее на преодолевание силы тяжести. Сейчас, друзья, хочу с вами попрощаться. И, пожалуйста, не ленитесь, ставьте лайки на это видео. Несите ваш клад в продвижении нашего канала. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok